Поиск по сайту. Очень часто открывая сайты, я нахожу состояние странички поиска неудовлетворительным. Или ничего не находят, или отображают. Раз, два, три. А между тем поиск в битриксе поддерживает очень много всяких фич, поддерживает все самые современные технологии и постоянно развивается. Посмотрим, что у него там есть и что вы с ним можете делать. Вопросы задавайте, пожалуйста, о мобильном приложении. Итак, кратенько по возможностям. Вроде бы казалось, там маленькая страничка настроек поиска, там всего два компонента в нем, но тем не менее, что мы имеем? Это у нас обновление индекса онлайн. С этой идеей, собственно, модуль был и рожден. По заведению товара или статьи, или записи в блоге, она сразу начинает искаться. Это у нас права доступа, что является очень критичным для, например, корпоративных порталов. Мы не хотим, чтобы пользователи видели записи, которые они не должны никак видеть. Правила сортировки позволят вам настроить руками релевантность выдачи и, например, на сайте, который ориентирован на новости, поднять новости в выдаче выше. На сайте магазина, инфоблог товаров поднять в выдаче выше. Учет социального рейтинга. Это опять корпоративная штучка. Она поднимает в выдаче те вещи, которые лайкают больше. Смешно, да. Ну, то есть эта штука есть, и она работает. Статистика, которая была перенесена в модуль поиска из веб-аналитики когда-то. Отдельный есть индекс поисковый. У нас большой, да. Он большой, и по нему долго ищется. Есть еще и рядышком быстрый для поиска по заголовкам. Многие знают, есть компоненты, отдельный search title. Он работает по своей логике, поэтому иногда поисковые запросы search title результата отличаются от того, что выдается search page, но это именно потому, что логика разная, индексы разные. Сделано это для скорости и больше ни для чего. Поддерживается облако тегов, которые, ну, я не знаю, когда-то оно было на вершине популярности, в последнее время оно недооценивается, но тем не менее на паре сайтов, которые я держу, я вижу, что люди предпочитают не вбивать что-то в сроку поиска, а именно искать по облаку. Не знаю уж почему. Я размещаю тегированный контент и похоже, что пользователям сайта это нравится. Что у нас? Поддержка различных технологий хранения индекса. Несколько лет назад была добавлена поддержка Sphinx из полнотекстового поиска. И сейчас идет разработка, кое-что уже в тестировании, и будут разрабатываться другие полнотекстовые движки, поддержка. И получается, что это уже как бы модуль поиска технологически поддерживает, как бы такую плагинную архитектуру имеет. Морфология. В свое время задача прозвучала страшным. Вообще, ну, немножко ретроспективы. Когда я пришел работать в Bittrex, это было практически 10 лет назад, первое, что мне Рыжиков сказал, я хочу, чтобы морфология была в поиске. Я говорю, как? Что это вообще? И он говорил, хочу вот. Пришлось изучать вопрос, и было реализовано все на алгоритме стемминга. Выдает удовлетворительные результаты. Стемминг для английского, русского, немецкого языка реализован в коробке. Есть возможность кастомизации. То есть, если вы вдруг найдете где-то какой-то алгоритм стемминга, вы можете запрограммировать его, и это будет работать. Была добавлена несколько лет назад такая фича, довольно противоречивая. Это автоопределение раскладки клавиатуры. В первом варианте презентации был слайд на эту тему, но я решил ее все-таки, наверное, не показывать. Довольно спорная фича. Все знают, что люди иногда забывают переключать раскладку клавиатуры, когда набирают поисковый запрос. И модуль поиска делает все, что только возможно, для того, чтобы определить, собственно, а на каком языке человек набирал-то. Ну, и хорошая штука, интересная. Мне даже пришлось почитать книги по шифрованию, в частности, для немецкого языка. Корпус вероятностной модели языка был взят из книги по шифрованию, которая использовалась в КГБ для расшифровки сообщений. Никому об этом не говорите. В поиске, мало кто знает, но поддерживаются логические операторы в поисковой строке. То есть можно составлять различные сложные запросы. Найти мне все пальто, но не красное. И такой запрос будет выполнен. Об этом я поговорю поподробнее чуть-чуть. Алгоритм ранжирования построен на очень простой схеме контрастности слов, который вычисляется во время индексации. Об этом я тоже скажу. Ну, и есть еще на ранжирование может повлиять расстояние между словами, которые в поисковом запросе присутствуют. Это вот основные возможности. Возможно, я даже что-то пропустил. Переходим дальше. Начинается все, естественно, с работы с модулем поиска с индексацией. Индексация у нас онлайн происходит в момент добавления или изменения элемента инфоблока, записи блога, задачи, той сущности, которая индексируется. И очень часто возникает вопрос, обновлять или нет поисковый индекс во время импорта большого количества данных. Ну, импортируем мы каталог. Обновлять или нет? Что делать? И частым решением является, на мой взгляд, неверное решение. Это отключить обновление поискового индекса и потом запустить переиндексацию. Что при этом, собственно, мы теряем? И что мы, ну, во-первых, приобретаем мы ничего. Мы сокращаем время импорта. Но фактически нам вот эту работу по индексации все равно придется сделать. Потому что пока она не выполнена, поиск на сайте не работает. То есть вы товар импортировали, а в поиске его нет до тех пор, пока индексация не будет выполнена. То есть чисто формально время импорта сокращается. По факту, возможно, оно становится даже дольше. Во-вторых, в модуле поиска сейчас уже существует оптимизация, которая позволяет ему не переиндексировать тот контент, который не изменился. То есть если вы импортируете большой какой-то каталог товаров, в котором изменены, например, там только цены или остатки на складах, то фактически переиндексации не происходит. То есть модуль поиска проверяет, что ага, а вот у этого товара описание не изменилось, поисковый контент не изменился, заново сложные алгоритмы анализа, морфологии, стреминга запускать мы не будем, никакие данные в базу данных мы вставлять, удалять не будем. Он это просто пропускает. Такая вот есть оптимизация. Это что касается обновлений индекса. Очень частый и, на мой взгляд, очень важный вопрос. Права. Как же они работают? Ну, казалось бы, права, это все сложно. Взаимоотношения начальник, подчиненный, люди по отделам, по каким-то группам, по принадлежности социальной группы, там модераторы группы, члены группы. Все очень просто. Эта система прав, основанная на метках, она была впервые разработана в собственном модуле поиска, а затем она перекочевала в главный модуль и используется и социальной сетью, и корпоративным порталом для управления правами доступа. В чем идея? С каждым контентом связывается какой-то набор меток. Ну вот в данном случае, например, контенту, который зелененьким представлен кружочком, принадлежат две метки. G2 и U3, которые расшифровываются чисто условно, как это принадлежность группы пользователей 2, с идентификатором 2, и пользователей с идентификатором 3. Они имеют право прочитать эту статью в блоге, допустим. С другой стороны, на сайт заходит пользователь и на компоненте поиска вводит что-то там, поисковый запрос какой-то. Показывать или нет ему эту статью? Как мы это решим? А мы для этого пользователя посчитаем его метки. Ну это вот пользователь там будет… Нет, наверное, все-таки контент, наверное, будет у нас желтенький, а пользователь, вот U3, да, третий пользователь, это вот зелененький. То есть контент определяет доступ к группе 2, группе 3, ну и какое-то подразделение номер 7. Одна из меток имеется и у пользователя, и у контента, да. Это вот группа принадлежности, группа 2. Этот контент будет показан. Если у контента такой ни одной из меток пользователя нет, он его в выдаче в поисковой не увидит, соответственно, не получит доступа. Схема простая, производительная, не несет никакой лишней нагрузки. Про правила сортировки. Не пользуются люди почему-то правилами сортировки в модуле поиска. Между тем, это дешево, это никак не влияет на скорость выдачи, потому что эти веса единиц в индексе будут рассчитываться в момент индексации. Они построены по принципу иерархичности. То есть если вы задали правила сортировки для модуля инфоблоков, то есть все инфоблоки у нас имеют вес 10, то, соответственно, любая статья, любой товар, любой элемент инфоблока при попадании в поисковый индекс будет этот вес, ему будет добавляться. И в выдачу он будет выдаваться, естественно, выше, чем все остальные. При этом можно какой-то конкретный инфоблок, задав параметр 2, поднять, опять же, выше остальных или опустить ниже вообще, ниже плинтуса. Как вам понравится? Можно задать, что у нас там модуль есть и некоторое абстрактное параметр 1, параметр 2, параметр 3. Для каждого модуля они индивидуальны. И для некоторых модулей в административном интерфейсе сразу предусмотрены подсказки. То есть для модуля инфоблока это расписано, что параметр 1 это тип инфоблока, параметр 2 это собственный инфоблок и так далее. Для некоторых модулей таких подсказок нет и придется подбирать эмпирическим путем. Можно поизучать структуру таблиц в базе данных непосредственно и все это увидеть своими глазками. Влияние на производительность. Это очень, очень, так скажем, момент важный, потому что очень часто производительность поиска влияет на производительность сайта в целом. Особенно, когда контента много. Если вдруг случается какой-то тяжелый поисковый запрос, то весь сервер может в этот момент остановиться и заняться обслуживанием только этого запроса. Имеется в виду MySQL, конечно же. MySQL будет занят. Он будет занят тем, что он будет шерстить таблички на диске, не давая никаким другим процессам доступа к этому ценному ресурсу. Я распределил по степени влияния на производительность сверху вниз. То есть что самое плохое, что может случиться? Это поиск по подстроке. То, что вот поиск в двойных кавычках или когда отключена морфология. При этом просматривается полное содержимое всего поискового индекса на диске. Это могут быть гигабайты и десятки гигабайтов информации, потому что поисковый индекс это фактически дубликат всей информации на сайте. То есть вот есть у вас инфоблоки на 100 метров. Вот 100 метров еще будут лежать и в поисковом индексе информации. Причем размноженной на два, потому что эти 100 метров будут лежать для представления информации в индексе и собственно сам индекс еще. Мы на следующем слайде на него посмотрим. Так вот, поиск по подстроке или с отключенной морфологией это очень-очень дорогая операция. И там, где морфология не включена, сайты рискуют столкнуться с тем, что они периодически будут для пользователей останавливаться, пока кто-то ищет. Мне на ум пришла смешная история. Когда я был студентом, у нас была система разделения времени SM. Помните, такая 1703. Это клон Айбиемовской системы. Система с разделением временем. То есть стоит один процессор, одна память, несколько терминалов, студенты вбивают программы. И у нее была такая фишка, что если кто-нибудь нажал пробел, то пока этот пробел не отжат, все остальные терминалы не печатают. Было очень смешно троллить преподавателя. То есть кладешь книжку, уходишь из комнаты, а он ходит и ищет, у кого же клавишу нажат и что-то бери. Ну вот эта вот ситуация чем-то похожа. То есть пока диск будет занят этим поисковым запросом, никто не сможет ничем другим заниматься. Второе по важности – это учет социального рейтинга. Да, это учет лайков. Это очень важно при поиске на корпоративном портале, но включая такую галочку в настройках модуля поиска, надо отдавать себе отчет. Что при этом запрос оборачивается в еще один, к нему пристегиваются таблицы рейтинга, все это группируется и сортируется. Это очень дорого. Не так, чтобы прям вот критично, но с этой штучкой нужно экспериментировать и быть очень аккуратным. Расстояние между словами тоже влияет на производительность. Но благодаря чему? Потому что математика. Потому что для каждой единицы контента нужно посчитать стандартное среднеквадратичное отклонение. Функция в MySQL, к счастью, встроенная. Не пришлось там ничего такого изобретать. Но поскольку в ней используются квадраты, разности, умножения и так далее, она относительно дорогая. Не так, чтобы прям вот очень, но дорогая. Контрастность слов, как влияет на поиск. Да никак она не влияет на поиск. Во время индексации она рассчитывается, она сохраняется в индексе, в полнотекстовом, и иногда может быть даже очень-очень полезной с точки зрения производительности. Использование логики. Этот пункт стоит внизу, но не потому, что эта штука никак не влияет на производительность поисковых запросов. Нет, как раз наоборот. Эта штука может убить всякую производительность. Потому что это зависит. Мы понимаем, что… Ну, запрос логика какой может быть? Найди мне машины, которые не Мерседес и не Фольксваген. При этом любые из них могут быть зеленые, Мерседес или Фольксваген. Ну, как-то так. При этом происходят довольно сложные процессы. То есть нужно перебрать кучу-кучу контента для того, чтобы решить, удовлетворяют они этим логическим условиям, или нет. То есть вычисление самой логики и небольшое, и недорогое. А вот количество информации, которую нужно будет просмотреть серверу, оно очень сильно зависит как раз вот от этих слов, которые используются в этом запросе, от их порядка, от логических операторов. И это может быть как очень дешевым, так и очень дорогим. Это зависит конкретно от поискового запроса. И тут надо понимать, готовы к таким рискам или нет. Ну, во-первых, большинство пользователей на сайте, скорее всего, просто не оценят и не заметят поддержку логики, потому что сейчас все ищут в телеграфном стиле. Мы просто вбиваем какие-то термины и ожидаем, что нам там Google или Яндекс что-то выдаст. Написав там машины не Volkswagen, мы не ожидаем, что Google начнет нам выдавать выдачу без Volkswagen. Такого не бывает. Хотя многие пользуются минусом оператором в Google при поиске. Ну, например, бываешь там «Гарри Поттер скачать, минус купить». И он выдаст, собственно, торренты Гарри Поттера без предложения купить книгу. Знаете такое? Тем не менее, оно есть. Но люди этим мало пользуются. И иногда мало того, что люди не ожидают какой-то логики от компонента поиска. И они вводят, я не знаю, поисковый термин там «без крыши». Им как раз не находят. То есть они не думают, что слово «без» может иметь какой-то смысл, логическое отрицание. Они ищут прямо слово «без крыши» и им хочется найти именно «без крыши» или «без башни». Но они получают выдачу без башни. Но не понимают этого. В модуле, в компоненте поиска есть параметр NoWordLogic. У него там есть какое-то человеческое название. Я не в курсе, извините. Я с ними почти с дела не имею. Который, собственно, отвечает за отключение. И делает поиск в чем-то более предсказуемым. Ну и с точки зрения производительности, и с точки зрения поведения. Но бывает, что прямо требуется именно поддержка логики. Как же работает этот поисковый индекс? Принцип довольно простой. Сначала мы как можно больше отсекаем контента ненужного. То есть чем меньше данных мы прочитаем на уровне фильтрации, тем меньше нам нужно будет потом сортировать для того, чтобы релевантные результаты оказались сверху. Это основной принцип. В поисковом индексе есть две основных таблички. Это base.watch.content.stem, там, где хранятся морфологически неизменяемые формы контента. И base.watch.content, где хранятся всякая разная служебная информация, которая служит для формирования выдачи. К табличке base.watch.content.stem я не стал ее здесь рисовать, потому что она в поиске не используется. Как смешно. Она проиндексирована индексом. И у MySQL есть оптимизация такая. Что если в запросе используются только поля индексов при обращении к табличке, то обращение к собственной табличке не происходит. Вся информация же уже есть. Зачем еще табличку дергать? Поэтому здесь таблички base.content.stem мы не увидим. И сначала поиск просматривает очень быстро двоичное дерево, выбирая только те блоки слов, которые используются в запросе. А затем с оконечного листа этого дерева выбираются те блоки данных таблички, в которых, собственно, это слово присутствует. И base.watch.content. И это все после этого уже только группируется, сортируется по релевантности и выдается пользователям. Соответственно, чем меньше мы блоков прочитаем, тем поисковый запрос будет быстрее. И не надо ожидать фантастики, что на каком-то гигантском индексе запрос будет работать какие-то доли секунды. Нет. Вполне можно ожидать, что эти запросы могут быть довольно тяжелыми. Особенно если поисковое слово встречается в индексе часто. То есть если оно не является селективным. По определению селективным является слово, которое составляет где-то около 5% индекса. А если слово встречается в каждом из элементов, то у нас о селективности речи не идет, и все будет тормозить. То есть надо понимать, что тут не всегда запрос виноват. Или сервер базы данных. А именно распределение конкретных данных на конкретном проекте очень важно. Чтобы избежать всяких пиковых нагрузок, непредсказуемого поведения сервера базы данных, поиск вроде бы… люди вроде бы не часто им пользуются на сайте. Сейчас все больше по каталогу ходят или по выдаче из гугла переходят сразу на карточку товара. Вроде не очень популярная штука. Но тем не менее, если поиск вдруг на сайте критичный и популярный, то у нас есть в модуле кластера возможность таблички модуля поиска вынести вообще в отдельную базу данных. Она может даже лежать, ну совсем там, грубо говоря, в другом дата-центре. Главное, чтобы к ней подключиться можно было. В модуле кластера мы проходим быстренько мастер, заполняем там имя пользователя, пароль подключения, указываем роль, что это будет использоваться для поиска. После этого переустанавливаем модуль поиска, указывая использовать такой-то узел для хранения данных. И все, вуаля. У нас модуль поиска работает на другой базе данных. Физически другой сервер. Это может быть даже физически другое железо или, как я сказал, другой дата-центр. Таким образом решается сразу несколько задач. Ну, во-первых, вот эти пиковые нагрузки, они снимаются. То есть сайт у нас как работал ровненько, так он и продолжает. OLTP транзакции ровненько одну за другой шебрушить, и никто ему никакими нагрузками на диск не мешает. То есть поиск занимается этими нагрузками где-то в сторонке. Во-вторых, под этот сервер, например, можно выделить поменьше ресурсов или побольше. Ну, поиск же все-таки не так часто случается. Может быть и поменьше выделить. Ну и настроить параметры MySQL для поисковых запросов. Тут ваша полная свобода, потому что мне в голову не пришло ни одного критичного параметра базы MySQL, в отличие, например, от Oracle, которые бы реально влияли на производительность запросов поиска. Ну вот правда, почти нету таких, потому что у него и сортировка делается, независимо от того, выделили ли вы ей мегабайт или 500 мегабайт в памяти, ну, она будет делаться одинаково быстро. Ну и другие. Мне вот что-то в голову не пришло, но тем не менее такая возможность появляется. Или вы, например, можете отключить логирование бинарное. Ну, данные это в поиске. Ну что, допустим, у вас база данных упала, мы ее восстанавливаем из дампа. А поиск что? Мы запустили переиндексацию, и поисковый индекс из данных воссоздался. Мы экономим на бэкапе в два раза, у нас же контент дублируется. Мы экономим в два раза на восстановлении. Ну да, поиск после восстановления некоторое время не будет работать. Ну, вполне, по-моему, терпимо. Так что, например, для такого случая просто незаменимо. Поддержки, плагинная как бы архитектура хранения. Ну, вот мы говорили о том, что у нас там base search content с TM, base search content. Тем не менее, мы поддерживаем такую классную штуку, как Sphinx. Она мне очень нравится. Она работает очень быстро. Наш корпоративный портал использует как раз Sphinx для поиска. У него есть, конечно, свои нюансы. И писать нужно уже в техподдержку не Bittrex, черт побери, в техподдержку Sphinx. И они, бывает, требуют, а пришлите нам, пожалуйста, дамп вашего индекса. И мы такие, нет, это дамп индекса нашего корпоративного портала. Пожалуйста, мы не пришлем. Поживем как-нибудь с этой проблемой. Но, тем не менее. Это очень классный, у них отличная морфология. Вот вышла версия, начиная 2.2.1, это довольно приличное время назад было. Сейчас уже 2.2.13, по-моему, или 2.2.15. Они поддерживают словарную морфологию. То есть есть словарь русского языка, английского и немецкого в поставке, где прямо вот словоформы со склонениями, с падежами. Просто шикарная вещь. И релевантность поиска резко возрастает. Потому что это лучше, чем тот, конечно, стемминг, который включен в бус на PHP, запрограммирован, порт. Также с этой версии 2.2.1 они полностью отказались от 1-байтовых кодировок. Это надо будет учитывать такой нюанс при миграциях, скажем так. И перешли полностью на UTF-8. Для битрекса ничего не изменилось, мы просто добавили перекодирование. То есть при отправке данных в этот новый Sphinx, данные от 1-байтового сайта, если есть, конечно, такие до сих пор, перекодируются в UTF-8 при получении обратно. С этим проблем у нас никаких не возникает. Sphinx можете быстро-быстро попробовать в битрекс-виртуальной машине. Ну, на самом деле, мне кажется, может быть даже и это. Там нужно ввести буквально название базы данных, и у вас будет работать Sphinx. В настройках модуля поиска идем, выбираем вкладку Морфология, поисковый движок использовать Sphinx, вводим название индекса, который мы там получили от виртуальной машины, и вуаля, запускаем переиндексацию, наслаждаемся скоростью. Но на самом деле и без виртуальной машины любой дистрибутив, мне кажется, Linux сейчас уже имеет встроенный Sphinx пакет. То есть, если это у вас Debian, вы набираете apt-get install searchd, если это centos или Red Hat, yum install searchd, и у вас появляется Sphinx. А настройки он требует буквально совсем никакой. Все настройки в модуле поисков вам нужно будет выделить, ctrl-c, ctrl-v и вперед работать. Отличная вещь. Мало того, сейчас на тестировании находится полнотекстовый индекс, поддержка полнотекстового индекса MySQL. Это то, что в MySQL креет full-text-индекс. Что же это такое? Ну, то есть в MySQL он существовал очень давно, но он существовал только для табличек MySum. И мы как-то… Ну, во-первых, когда я реализовывал поиск для Bittrex, я вдохновлялся, конечно, идеей полнотекстового поиска в Oracle, а, видимо, создатели полнотекстового поиска в MySQL вдохновлялись тем же. У нас результат примерно получился одинаковый. Но, тем не менее, Oracle, как мы знаем, купил MySQL, и вот не прошло и 4 года, как появился полнотекстовый индекс MySQL с поддержкой InnoDB. И это нас уже подтолкнуло к тому, чтобы добавить, наконец, поддержку этого индекса в Bittrex. Что мы там имеем? Мы там имеем вся вот эта сложность поисковых запросов, которые… Вы можете запустить в Bittrex в отладке и посмотреть, что мы там, собственно, за запросы отправляем. Они довольно нетривиальны. И для разработчиков, которые основываются на MySQL, MySQL представил там всего два буквально statement, не знаю, как по-русски сказать, да, оператора, которые всю эту сложность завернули и спрятали. Это create full text index, ими таблички там поля перечисляются, и тем самым MySQL начинает, собственно, делать полнотекстовый индекс MySQL. Там создается табличка такая же, как у нас, со словами, в которой хранится слово, идентификатор документа, слово, идентификатор документа. Она индексируется отложено отдельным тредом. В общем, все то же самое. И второе, собственно, для поиска, это оператор match against, в котором программисту ничего, кроме поискового запроса, собственно, что передавать и не требуется. MySQL уже сам решит, как его разбирать, морфология, стоп-слова и другие правила. Они это сделали, и мы теперь это умеем использовать. Разницы в производительности большой я не заметил. То есть вот я брал базу данных контента, я искал полнотекстовым индексом MySQL и полнотекстовым нашим морфологическим поиском. Разницы по производительности нет. До определенного момента, до того момента, пока кэш полнотекстовый, MySQL не прогревается. У него отдельная область памяти выделяется под кэшированием именно этого фуллтекст индекса. И вот когда запросы уже начинают идти с повторяющимися терминами, со словами, которые уже раньше искали, MySQL начинает выигрывать уверенно, потому что у него вытеснения не происходит из-за того, что данные как бы в перемешку хранятся. Хотя, с другой стороны, если бы я, например, поиск вынес в отдельную базу данных, может быть, и тут бы разницы не стало. Но тем не менее. То есть это скоро выйдет в модуле поиска. Вы в настройках модуля поиска выберите полнотекстовый индекс MySQL. Не будет вот этой вот дорогой операции стемминга. Во многом индексация станет быстрее. Ну, а поиск, скорость поиска не изменится. А качество поиска, ну, тут я не могу ничего сказать, потому что я на релевантность выдачи полнотекстового поиска MySQL повлиять не могу. Это надо тестировать, смотреть на конкретных случаях. Если там она чем-то не устроит, тогда уже придется вернуться к нашим. Поговорим о планах. На ближайшее, вот совсем-совсем ближайшее обновление. Это полнотекстовый индекс MySQL. И еще один плагин созрел. Это поддержка Solar, который основан на Lucene. Все, наверное, знаете. Меня очень впечатлила эта технология, разработанная Apache. Это на Java основанный сервер. Он очень простой, очень быстро разворачивается. В виртуальную машину поддержку мы, скорее всего, добавим. Хотя на самом деле там его разворачивание сводится к тому, что вы скачиваете архив, распаковываете, спускаете джавовский исполняемый файл. Все. Собственно, на этом все заканчивается. Все готово. При этом очень мощный инструмент. Он поддерживает масштабирование. То есть можно там какие-то поисковые фермы строить. То есть сервера динамически добавляются и убираются. Ну, это что-то потрясающее. Ищет он и по атрибутам, и встроенный фасетный. Мы подумаем, как его поиск. Мы подумаем, как его использовать. И поддержка морфологии. Ну, и все замечательно. Разделение по правам. Ну, тоже что-нибудь придумаем. Как-нибудь запрограммируем. Это очень хочется сделать, и это будет сделано. И очень большая работа будет сделана по поисковой выдаче. Мне сейчас стыдно смотреть на поисковую выдачу образца 2014 года в 2К17. Вот просто стыдно. Вы сами, наверное, знаете, что компонент SearchPage выглядит просто отвратительно. Это я не знаю. Это Google конца 90-х. Вот честно. Никогда руки до этого не доходили. Слава богу, мы нашли в себе силы переделать это и изменить ситуацию к лучшему. Во-первых, это будет новый дизайн. Он будет адаптивный. И то, что я предложил сделать, и это было одобрено, это мы перейдем на компонентную архитектуру. То есть страница поиска будет, собственно, вызывать для отображения каждой найденной задачи, записи блога, новости или элемента каталога соответствующие модули, соответствующие компоненты с их какими-то шаблонами. И будет у вас в выдаче мини-задачка, которую можно сразу завершить. Будет карточка товара, которую можно будет сразу купить, новость, которую можно будет проголосовать и так далее. Очень жду этих изменений. Надеюсь, что у меня все получится. Спасибо большое, что слушали. Спасибо. На вопрос, к сожалению, времени у нас уже нет. Мы переходим уже к финальному докладу, добьем. Ну, один вопрос у тебя там есть, хоть какой-нибудь из онлайна, коварный, по поиску. Как связан поиск и сайт-мап? Уже никак. Окей, вопрос на больше нет. Уже никак генерация сайт-мапа переехала в модуль SEO. И если кто-то пользуется по-прежнему генерацией сайт-мапа в модуле поиска, я призываю вас отказаться от этого. Ну, хорошо. И тогда тебе еще один вопрос. Будет ли исправление неправильно введенных слов? Нет. Еще коварных вопросов тебе? Окей.